Привет, друзья! Сегодня нас ждет увлекательное приключение сравнение игровой производительности двух отличных смартфонов от Xiaomi Redmi Note 5 и Mi Note 3. Напомню, что Mi Note 3 в качестве процессора имеет старшую версию 600 серии Snapdragon 660 с видеоускорителем Adreno 512. Процессор же Redmi Note 5 636 снаб с видеоускорителем Adreno 509 называет урезанной версией 660. И мол, Redmi Note 5 в играх ничем не уступает, а может даже и лучшими местами, ибо меньше троттлит. Давайте-ка посмотрим вживую. Поехали! Первая игра у нас Legends. И на Mi Note 3 выставляем ультра настройки графики и 60 фпс. Пробуем играть. Продолжение следует... Как видим, что играется без всяких малейших проблем. Все четко, FPS высокий. Дальше Redmi Note 5. И также выставляем все на ультра. И только в начале, где много деталей, можно было наблюдать небольшую просадочку. Но быстро проходит, а дальше тянет, как бульдозер и глазом не моргнет. Эта игра легкая для данных устройств. Субтитры подогнал «Симон» Дальше пробуем запустить Modern Combat Versus. Ну что тут сказать, и с виду графика видно, что не прям супер. И по игре видно, что очень просто идет на обоих аппаратах. Без малейших фрезов. В общем, легкая игра. Ну что же, пришло время испытать популярные и тяжелые игрушки. Поможет мне мой коллега. Он любит порубиться в эту игрушку, потому его персонаж уже одет. А я, блин, чуть ли не в трусах. PUBG Mobile. Тут мы будем играть вместе, в две пары рук, на одной карте. Сделаем это исключительно на самых высоких настройках, которые можно выставить. Но тут сюрприз. На Mi Note 3 можно выставить высокие настройки и высокий FPS. На Redmi Note 5 только средняя графика и средний FPS. Вот такая несправедливость. Ну ладно, вот мы вместе падаем. Тут травка, тени, все красиво прорисовано. Эй, куда ты, бро? Мой напарник решил, что он птица и прыгнув со скалы, чуть не убил себя. В общем, как видите, оба аппарата справляются нормально. Графика, может, чуть более детализирована на Mi Note 3. Ведь помним о настройках. Короче, мой кореш мало того, что в рубашке, так уже и шлем одел. Вот же любит шмотки. Эй, Санек, а мне? Ну и схватка. Куда полез? Иди сюда. Ну а тут только мы решили прокатиться, как бандитская пуля в спину. Ну все, ты попал. Как вам графика, друзья? По-моему, на высокой графике в эту игру играть намного интереснее, чем на низкой. Например, на Snapdragon 625 доступно только низкая, и это уже не то. Оба наших аппарата хороши для этой игры. Ну а дальше поиграем в танки. Для начала выставляем все на максимально возможные настройки. Играем. Играем также вдвоем. На одной карте во взводе. Там и сравним FPS. Поехали. Тут FPS высок. На миноут 3 в районе 55-60 FPS. Ух ты, какой наглец выехал на нас. А ну получай. В общем, чуть не повезло нам в этом бою. И смотрим FPS в конце возле горячих танков. Миноут 3 50 FPS. Редминоут 5 37 FPS. А тут у нас карта уже поинтереснее. Ведь в танках все зависит от карты. Есть трава, вода, деревья. Все это грузит процессор и видеоускоритель. Эта карта нам подходит. И вот пошел замес. Как раз хороший момент испытать производительность. О, в Redmi Note 5 тут ниже 40. 37-36 FPS. Блин, да куда же ты вылез, рак? Ай, вот так помог. Как всегда, кто-то роканул, а кому-то тащи бой. Но возле горячего танка Redmi Note 5 FPS падал ниже 30 даже. Миноут 3 в замесе держится на приличной частоте кадров. А в режиме снижения Redmi Note 5 35 кадров в среднем сейчас. Ну вот, раки слились и тут без шансов. В общем, друзья, подведем итог. Играли мы немало. Но показывать все нету смысла. Телефоны греются приемлемо, в рамках разумного. Троттлинг, если и есть, то сильно на игре это не сказывается. В легких играх типа Modern Combat Versus или Legend оба аппарата показывают себя с хорошей стороны. Хотя Legends даже чуть графика получше, по-моему. В PUBG вы видели, что изначально на Mi Note 3 можно выставить высокие настройки и частоту кадров выше. В Redmi Note 5 только средние настройки графики и FPS. И как по мне, некоторые разницы в графике с перевесом в сторону Mi Note 3 все же есть. В танках на легких картах, где мало травы и техники на квадратный метр, оба аппарата тянут в легкую. Но все же на Redmi Note 5 лучше выставлять среднюю графику. Потому что в конкретных замесах или тяжелых локациях просевший FPS может сыграть с вами злую шутку. А разницу между высокими и средними настройками графики вы можете даже не заметить. На Mi Note 3 можно играть на максималках. FPS местами и очень редко может проседать ниже 40. Но лично у меня на играбельности это никак ни разу не отражалось. Вы все видели сами. Оба аппарата можно назвать игровыми. Но чуть получше в тяжелых играх будет конечно же Mi Note 3 на Snapdragon 660. Где мы покупали данные аппараты по хорошим ценам смотрите в описании. А также используйте кэшбэк как мы, для еще большей экономии. А с вами был Смарт Плюс. Не забудьте подписаться на канал и лайк если не жалко. И всем пока друзья. Субтитры подогнал Игорь Негода.